друзья всем привет я рад вас приветствовать на этом проекте где мы вместе с вами читаем библию и мы с вами читаем книгу пророка еремии сегодня у нас 34 по 36 главы прежде чем мы двинемся дальше я думаю самое время сейчас подвести какие-то итоги потому что когда есть очень много информации и не понимаешь где она находится иногда сложно ориентироваться наша же цель не выучить да всю книгу это невозможно мы не ставим такую задачу наша цель извлечь максимум пользы для себя а для этого нам нужно суммировать те знания которые у нас уже есть и в этом случае нам очень хорошо может помочь именно план который есть под каждым видео обращайте на него внимание потому что это поможет вам понять о чем говорит пророки в какое он говорит время и вот сейчас я хотел бы дать короткий обзор всего того что мы уже с вами прошли и к чему мы с вами пришли мы уже находимся в середине книги так что давайте подведем кое-какие итоги и так первая глава еремии говорила его призвание я думаю вы это помните с этим все просто следующий большой раздел 2 со 2 по 45 главы это воззвание к иудеи обращение пророка непосредственно к иудеи и он разделен на три основных подраздела можете прямо сейчас посмотреть в в описании там есть этот план итак первый подраздел вот этого большого раздела это осуждение иудеи и эти пророчества суммированы со 2 по 29 главы дальше утешение для иудеи это как бы такая вставочка и здесь мы говорили о новом завете о том что бог все равно исполнить свое обещание и аврааму моисею и давиду все правильно я думаю вы все это помните и знаете и вот теперь третий подраздел этого большого раздела это бедствия иудеи и они записаны в главах с 34 по с 34 по 45 и здесь также есть разделение на три такие основные части до падения во время падения и после падения ну и наверное вы уже обратили внимание что сейчас мы вот сегодня с вами рассмотрим эти три главы 34 35 36 где уже говорится непосредственно о бедствиях но еще до падения иерусалима ну и потом по плану вы можете обратить внимание останется уже не так много всего и я думаю там тоже будет интересно и мы сможем с вами извлечь кое-какую пользу и так обосновав в глазах иудеев грядущую надежду в главах с 30 по 33 иеремия возвращается снова к описанию надвигающегося уже теперь сюда и предсказанная гибель которая о которой пророк говорил в главах со 2 по 23 уже произойдет очень скоро 34 главе представлены два послания которые бог передал через еремею первое предсказывала судьбу садыки и царя иудейского который попадет в руки царя вавилонского он станет пленником и умрет в плену это пророчество полностью исполнилось о чем мы читаем в 4 книги царств 25 главе 6 7 стихи второе послание предсказывала участь князей и народа за их вероломное поведение по отношению к богу и его закону и это было связано с неправильным использованием рабов и если вы помните то пророки очень часто поднимали тему социальной несправедливости вообще на мой взгляд есть три таких основные темы которые постоянно прослеживаются в пророчествах и у исаи и у еремии конечно же самая важная эта тема идолопоклонства другая важная тема это неправильные отношения именно социальная несправедливость власти к людям неправильное отношение и третье это нечестное нечестивое наживо которое наверное очень сильно связано со второй темой нам нужно это помнить потому что если это богу раньше не нравилось это также ему не нравится и сейчас поэтому конечно же нам нужно избегать идолопоклонства о чем нас учит и новый завет в том числе и конечно же нам нужно думать о милосердии о благотворительности и особенно если кто-то из нас занимает какие-то ведущие положения в обществе в обществе или в бизнесе то очень важно справедливо относиться к тем людям на кого мы влияем следующая 35 глава была написана раньше многих предшествовавших глав и вы помните что гния пророка пророческих посланий пробудить евреев осознать свой грех привести их покаянию и реформации и вот цель и данной главы пристыдить их за непослушание если хоть какое-то чувство чести осталось в них и они могли бы ухватиться за эту благоразумную мысль пророк противопоставляет кочевое племя ореховитов своему народу так вот риховиты не изменили своим убеждением и отказались нарушить законы своего праотца который заповедал им жить простой жизнью не пить вина и не поддаваться влиянию которое бы способствовал духовному нравственному и социальному разложению народа послушание риховитов своему отцу было безоговорочным во всех отношениях и со стороны всех сыновей и всего этого конечно же не предоставало израиль и как результат бог обещает благословить всех рихаитов за их послушание своему отцу инцидент описанный 36 главе случился также во времена царя иоакима в этой главе описано еще одно средство воздействия на этот невнимательный и непокорный народ но как мы уже с вами знаем это все конечно же напрасно им предлагается свиток книги содержащий краткий обзор или сокращенный текст всех проповедей иеремии адресованных им чтобы они вспомнили что слышали и могли лучше понять когда все они одновременно эти пророчества предстанут перед ними этот свиток пишет варух в то время как иеремия диктует его варух зачитывает этот свиток публично в день поста а затем отдельно князьям в заключении и гудия зачитывает его царю как мы видим царь сжигает этот свиток и приказывает преследовать и иеремию и варуха варух пишет еще один свиток в котором более детально описывается участь иоакима за то что он сжег предыдущий свиток вот кратко повествование всей этой главы глава заканчивается описанием двух кар которые постигнут царя за то что он сжег свиток первое заключается в том что на престоле давида не будут больше сидеть наследники иоакима и это пророчество исполнилось в том что его сын и их они пробыл на троне всего три месяца и был уведен в плен в вавилон можете об этом прочитать 4 царств в 24 главе 6 и 8 стихи вторая кара была в том что иоаким не получит достойного погребения что считалось в то время большим позором ну и третья кара обрушиться на неправедных слуг царя и всех жителей иерусалима за их неповиновение господу ну и вот пару уроков которые мы с вами можем извлечь прежде всего нам нужно приобретать правильные убеждения и хранить их не под каким давлением обстоятельств не отступать от них и конечно же нам нужно иметь правильное отношение к божьему слову хотя мы сегодня когда не согласны с той или другой частью библии мы не сжигаем ее как мы читаем это сделал царь но в то же время люди которые читают или даже и не читают но не имеют подобающего отношения они не следуют слову божьему но они ничем не лучше как если бы они и сожгли эту книгу как какую-то бесполезную я уверен мы с вами не такие потому мы с усердием с вами и изучаем слово божье и конечно же применяем в наших жизнях поэтому я буду благодарен если в ваших комментариях вы напишите какие благословения вы переживаете во время нашего общего изучения слова божьего будьте благословены